МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот центральный регион сегодня расскажем о Слудском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее, одном из старейших в республике. Ему в этом году исполняется 65 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиналась история лицея в 1952 году. Тогда еще в школе механизации сельского хозяйства учились демобилизованные воины. Обучение длилось полгода. Три класса, две лаборатории, шесть преподавателей, четыре инструктора производственного обучения. Сегодня в лицее учатся более полутысячи юношей и девушек. Отсюда выходят трактористы, машинисты всех категорий, слесари, электрогазосварщики, маляры, штукатуры, каменщики, кассиры, повара. Ежегодно выпускается из стен нашего лица более 200 человек. Это, конечно, очень большой контингент выпускников. И довольно сложно, особенно в этом году, в 2017 году, довольно сложно, конечно, было найти всем и предоставить рабочие места. Но мы это сделали, и на сегодняшний день у нас все выпускники, 216 человек, все получили рабочие места и все как бы получили путевку в жизнь. Первое рабочее место – это очень важно. Они сегодня защищены, они социально защищены. Первое место работы уже есть и у этих ребят. Юные повара будут удивлять слуцких гурманов в лучших заведениях города. Ингредиенты успеха, знания и навыки, полученные в лицее. Научили кассовыми аппаратами пользоваться правильно, ножи держать, как бы, вот когда на повара. Все, там много чему. Пришли, ничего не зная, думали, что знаем все, а научили совсем по-другому, как правильно, как нужно. Именно в лицее ребята распробовали профессию настолько, что вошли во вкус. Это не предел, как бы, я бы хочу забирать высшее образование и дальше развиваться в этом. Мне нравится это. Все есть желание работать и в дальнейшем развиваться и не останавливаться только на Беларуси, узнавать какие-то инородные кухни, как Китай. Ну, хорошо, а какие блюда у тебя лучше всего получается готовить? И кого ты уже удивлял своими кулинарными шедеврами? Ну, так особо только отбивные делаю дома, работаю так и все. Особо нет, только начинаешь, а только начало. То есть родных кормишь? Да, родных кормишь. Ну и как отзывы? Ну, в принципе, нормально. Ну, а превратить нормально в отлично помогают уже опытные повара со стажем не менее пяти лет. Этот ресторан традиционно место производственной практики лицеистов. Я работаю 14 лет. На протяжении больше, чем 10, около 12 лет к нам приходят учащиеся лицеи. Я хочу отметить, как завпроизводством, что дети приходят, учащиеся, действительно подготовленные, дисциплинированные, уважительные. К порученному делу относятся очень добросовестно. Никаких прогулок нет. Ну, а какие задания вообще даете ребятам? Какие-то сложные или что-то попроще? Или начинаете с простого, а потом усложняете как-то? Да, поначалу, конечно, приходят они. Теорию знают, да, а практику вот впервые на практику. Поэтому мы начинаем почти с нуля. Мы показываем нарезку, потом показываем, как эти салаты складываются. И уже чуть дальше переходим к подготовке полуфабриката. Уместные, к рыбным. В дальнейшем уже в середине практики осваивают приготовление сложных блюд. Хочу отметить, что бережно относятся к продуктам. А вы как-то одержите связь с учреждением образования, с лицеем? Как-то потом свой отзыв даете? Конечно, да. На протяжении практики мастера, преподаватели, они, конечно, курируют. Приходят каждую неделю, другой раз, два раза в неделю. Когда, вот, пройдя практику, и учащиеся уходят уже с тем, что они действительно получили навыки повара, мне, как зоопроизводство, мне это приятно. А это уже лаборатория приготовления горячих блюд. Ребята первого курса старательно выполняют задания. Виды термальной обработки, вес одного кусочка мяса в гуляше, об этом и десятках других нюансов после, обязательно спросит мастер. И как апогей занятие, дегустация? Вкусно. Вкус мяса. Более 30 лет Зинаида Михайловская учит ребят готовить. Мне нравится моя работа. Люблю работать с детьми. Бывают, конечно, разные ситуации, но все равно уже привыкла. Просто, ну, это мое, если честно сказать. А дети приходят, они же не подготовлены. Как вот их научить правильно резать, правильно запекать, слушаться, в конце концов, мастера, да, чтобы дисциплина была. Когда они приходят сразу, конечно, сложно, очень сложно. Почему? Потому что оторвались от мамы, от папы. Здесь же дисциплина. Мы их готовим как рабочую специальность, потому что приходят где-то они в садик, в ресторан, в кафе. Если поваром они работают, значит, дисциплина в первую очередь, конечно. И они уже, мы все прививаем с первых дней, что если опоздал, значит, что человек останется голодным. То есть уже с первого курса спрос с ребят высочий. То есть очень строго. Почему? Потому что если мы их распустим, ну, как сказать, с первого курса, то на третьем уже там нечего делать, как сказать. У Зинаиды Ивановны не забалуешь. Все, так сказать, по ГОСТу. Нарезки, например. Это мы делаем все вручную. Почему они говорят, а, там в ресторане нет все. Вы должны прийти, значит, и нарезку овощей знать оттуда. Потому что, говорит, вот поехал кто-то в Минск в ресторан наших учащихся. И в первую очередь спросили, выполни простую и сложную нарезку картофеля. Все, без проблем. Парень сделал, его тут же, конечно, приняли. Кстати, в лицее для обучения созданы все условия, начиная от оборудования и заканчивая обстановкой. Вот, например, здесь настроение добавляют пейзажи. Задумка, кстати, сотрудника лицея. В перспективе сделают еще и кафе с барной стойкой. Такая атмосфера уж точно вдохновляет на хорошую работу. То, что они приготовили, скушали, им нравится. Ой, как вкусно, даже вкуснее, чем в столовой. Выпускники лицея востребованы на рынке труда, ведь здесь учат дойти до сути. Вот, например, правилам дорожного движения, так как здесь не научат ни в одной автошколе. По устройству и эксплуатации автомобилей ребята и вовсе сдают экзамен. Наше учреждение очень динамично развивается в плане подготовки водителей. За последние три года мы открыли много переподготовки, связанных с водителями. Что я имею в виду? Это прежде всего, если раньше здесь была такая подготовка водителей категории B, C и переподготовка с B на C. На сегодняшний день ведем подготовку категории A, переподготовку водителей с категории C на состав транспортных средств и переподготовку водителей категории B или C на категорию A. Что в последнее время, особенно категория A, стало востребовано, так как для того, чтобы получить право категории A, нужно обязательно пройти обучение. А вот то, что находится при учреждении образования свой автодром, насколько это удобно? И, ну, наверное, не надо ни у кого проситься на площадку. Это очень выгодно и очень практично, потому что нахождение автодрома на своей территории позволяет качественно обучать учащихся. Во-первых, это минимизированные затраты по доставке учащихся на автодром. Вот он рядом, вот занятия. То есть, согласно графика учебных занятий, учащихся являются на автодром. Обычно занятия проходят два часа. Они спокойно занимались, вернулись на свое рабочее место и дают подавать обучение. Это очень хорошо и очень практично. Если брать наш Луцкий район, в нашем учебном заведении самый большой автодром. К вам просится сюда кто-нибудь еще? Ну, на сегодняшний день мы осуществляем такую платную услугу для других организаций, так как в нашем автодроме сдают учащиеся экзамены в ГАИ других автошкол. Значит, и для того, чтобы позаниматься с курсантом, нужно заехать на нашу территорию. Это платная услуга, нужно заплатить. Появиться на площадке и заниматься. На водителя приходят, прежде всего, наиболее мотивированные учащиеся. Хотя за годы учебы немножко интерес начинают теряться, но когда наступает пора сдачи экзаменов, мотиваются, просыпаются вновь, потому что прекрасно понимают, что это их не будущая работа. Ведь категория С – это, прежде всего, рабочая специальность. И здесь включается, скажем так, более желание работать, получить эти права. Они стараются. В лице основаны все условия для получения данной специальности. Есть дополнительные занятия, в культативы. Кто желает, может даже дать платную услугу, если ему мало. То есть все создано для того, чтобы учащиеся получили все, скажем так, возможности, для того, чтобы получить себе заветную корочку водителя. Вы говорите, все создано, но, тем не менее, может быть, есть какие-то моменты, которые хотелось бы усовершенствовать. Что бы хотелось бы усовершенствовать, конечно, нам бы очень хотелось бы немножко поменять парк автомобилей. Сегодня, конечно, техника нужна более новая, более совершенная. Это все прекрасно понимают. Мы исходим из финансовых средств. Парк автомобилей категории Б мы обновляем, все-таки они немножко дешевле. Значит, вот в прошлом году приобрели мотоцикл «Хос Моторс» для подготовки водителей категории. Ближай в перспективе, думаю, о подготовке водителей категории С и приобретении нового автомобиля. То есть перспективы есть, и вы в этом направлении двигаетесь. Мы думаем об этом, хотим это сделать, да, мы к этому идем. Кстати, в лицее 10 мастеров производственного обучения по управлению авто. Среди них и Александр Ананчук, признанный одним из лучших в республике. Впрочем, для того, чтобы учить других, важен не только стаж и умение рулить. Главное – доходчиво объяснить. В кабине мы должны находиться, конечно, все время, но есть небольшие нюансы. Надо, чтобы ученик попробовал и сам где-то и заехать в гараж, и передним ходом, и задним ходом развернуться в ограниченном пространстве. Так как мы знаем, на дороге инструктора не будет рядом, правильно ли? Машиной даже маленькой, большой, очень сложно управлять. Самое главное – это в городе, чтобы проехался ученик, почувствовал их габариты. Если у нас здесь по автодроме зацепил вешку, вешка отогнулась, стала обратной. А если ты выехал на дорогу, стоит, будем говорить, дорогая машина, объехать ее – это не столбик на автодроме, правильно ли? Ну, а есть какие-то элементы, которые наиболее сложные? Да, наиболее сложный элемент, я считаю, Е-категорию – это заезд в гараж задним ходом и парковка. Кстати, Александр дважды становился победителем областных дожинок на комбайне лицея, работает в хозяйствах Слудского района. Каждый год в его активе более тысячи тонн зерна. В этом сезоне также выйдет в поле. Ну, а будущие трактористы-машинисты уже в поле. 6 гектаров под картофель. Начиная от подготовки почвы и заканчивая посадкой, здесь нужно быть и механизатором, и агрономом. Ребята измеряют расстояние между клубнями и глубину их заделки. Конечно же, за всем процессом следят мастера. Мы начинаем вместе СИП, иногда покидаем кабину, только когда на 100% уверены, что он работает правильно, тогда покидаем, даем на какое-то время, находимся рядом, но даем, чтобы самостоятельно он почувствовал ответственность, почувствовал, что может сам работать. Ну и как быстро они тут вникают в то, как правильно нужно? Ну, это зависит от индивидуальных особенностей. Есть некоторые, схватывают на лету и сразу один раз показал, и он работает. Некоторым, конечно, дается тяжело. Ну, выходит, 100% все получают права тракториста на выпуске. Рома, расскажи, пожалуйста, как получилось, что выбрал именно это учебное заведение и именно такую специальность? Ну, в семье работал и дедушка, и папа работает до сих пор. Ну, решил пойти по стопам своих родителей и дедушки. Ну, летом работал тоже, в школе учился на сушилке, а потом пошел к папу на комбайн. Работал уже три года на комбайн. А помнишь, когда в первый раз вообще сел за руль сельскохозяйственной техники? Ну, неважно, там, будь то трактор, комбайн, как это было? И вообще в детстве там папа брал на экскурсию, на работу, или дедушка, может быть, что-то показывал, рассказывал? Папа брал уже с пяти лет меня с собой кататься. Ну, а за рулем, ну, так особо не помню, когда сел, но уже много лет назад. На всей технике, которая есть почти, на всей ездил. Рома уже успел заявить о себе и на международном уровне. Конкурс назывался «Фермер-2016». Там были, ну, вождение на трактор с прицепом, по хата, на погрузчику надо было поддоны с места на место перевести, один на один поставить. По хате занял я третье место, по вождению на тракторе четвертое. Ну, а так, в основном, ну, это основное место, это первая командная. Там мы полностью областью заняли. 12 участников было. И России, и Финляндии, и Беларуси. Кстати, это поле не просто экспериментальное. Урожай отсюда отправляется в столовую. Еще и остается. В прошлом году картофелем лицея обеспечил кадетское училище и школы района. Выращенный ячмень поставили на комбинат хлебопродуктов и солигорскую птицефабрику. Овощи также пошли на реализацию. Ну, а пока ребята под руководством мастера делают все, чтобы уже этой осенью получить хороший урожай картофеля. Мы расскажем о самых ярких событиях из жизни Центрального региона за последние 7 дней. И вернемся сразу после рекламы на телеканале СТВ. Не переключайтесь. Каникулы 5 звезд 70 тысяч рублей выделены из областного бюджета на подготовку лагерей к оздоровительному сезону. Деньги потратили на создание надлежащих бытовых условий и технической базы. Всего в лагерях Минской области этим летом отдохнут более 50 тысяч детей. А в Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний. Знакомство с достижениями медицины и уровнем оказания услуг привлекут людей, которые совмещают отдых с лечением. В клинике современное оборудование и новейшие методики позволяют как можно раньше диагностировать заболевание. Для пациентов подбираются специальные программы. На крыльях веры первый авиарейс на молебен в Буцлавский костел на неделе был организован для жителей столицы. Путь, на который на машине пришлось бы затратить не менее двух часов, по воздуху прихожане преодолели за 40 минут. Буцлавский костел – одна из наиболее известных святынь в Белоруссии. Ежегодно сюда съезжаются католики со всего мира. Звучная точка. В Минской области последний звонок прозвучал для более чем 20 тысяч выпускников. Название медалиста в столичном регионе в этом году претендуют 619 юношей и девушек. Больше всего отличников в Минском, Молодеченском, Словском, Солигорском и Столбцовском районах. Это Центральный регион. Я напомню, что наша программа, как и все репортажи, эфирные видео в любое время доступны на официальном сайте ctv.by и на YouTube-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Ну а мы возвращаемся в аудитории Слудского сельскохозяйственного лицея. Сегодня в лицее учащиеся сдают экзамены, но и по окончании испытаний учебное заведение не опустеет. С 15 июня начинается прием документов. План приема мы согласовываем с управлением образованием. Все контрольные цифры согласованы и утверждены уже. В этом году у нас составляет 203 человека. 56 человек на основе общего среднего образования, 135 на основе общего базового образования и 12 человек на основе специального образования. В этом году мы внесли небольшие изменения в план приема. То есть мы профессию слесарь по ремонту автомобилей, это технического профиля профессии, заменили на профессию сельскохозяйственного профиля, это тракторист-машинист категории А. В течение учебного года все педагогические работники, в том числе и администрация, посещают учреждения общего среднего образования и города, и района, и Слуцкого, и Стародорожского, и Солигорского, и Копульского, и Любанского. Процентов, наверное, 75-80, когда мы проводим профориентационную работу, и те учащиеся, которые уже определились с выбором, они к нам приходят на обучение. Кстати, здесь учатся и дети с особенностями психофизического развития. Более того, лицея является республиканской экспериментальной площадкой, которая определяет, насколько готовы педагоги работать с особенными ребятами. Так, хорошо, чтобы полностью валик был в краске. Кабинет биологии – дело рук учащихся с особенностями. И их особенность в том, что к любому делу они подходят очень ответственно. Они умеют делать все, как бы умеют шпаклевать, грунтовать, красить, шлифовать, то есть все подготавливать поверхности и дальше делать. Все работы выполняют, что нужно. То есть справляются, в общем-то, никаких налеганий нет. Справляются, конечно. Ну, нужно внимание им повышенное, это естественно. Для этих детей необходимо четко формулировать задания, ну и контроль нужен за ними, конечно. Хотя в дальнейшем они все-таки пойдут на производственную практику, на предприятие и будут работать самостоятельно. Может, просто им немножечко больше времени нужно. Научить не только профессиональным навыкам, но и коммуникационным. Педагог-психолог Татьяна Голец написала не одну статью о работе с особенными детьми. Есть у нее свои методики, признанные экспертами. У каждого ребенка с особенностями психофизического развития необходим человек, и в дальнейшем, в будущем, человек-маркер, который будет его направлять, сопровождать, где-то подсказывать. Потому что это особенные детки. Они очень трудолюбивые, они очень любящие, очень общительные, но просто в силу своих специфик и заболеваний где-то закомплексованные. И мы пытаемся у ребят развивать их способности для самостоятельного жизнеустройства в будущем. Для того, чтобы они создавали семьи, для того, чтобы они благополучно, как любой другой человек, работал, получал какое-то в жизни дальнейшее самообразование, занимался. То есть, ну, какой-то стимул был. В Слудском государственном сельскохозяйственном лицее веду работу уже 9 лет с ребятами. И на протяжении 9 лет с выпускниками, которые уже окончили наше учреждение, мы поддерживаем очень теплые и тесные отношения. Меня ребята приглашают на самые главные события в жизни, которые у них происходят. Будь то свадьба, новоселье или рождение ребенка. Впрочем, в лицее с любовью относятся к каждому. И эта любовь не забывается. У нас очень достойный коллектив, я хочу отметить. У нас сегодня работает несколько человек из педагогического коллектива, имеющих стаж работы более 35 лет. Это, конечно, очень достойный возраст. Конечно, есть и молодые специалисты. Штат укомплектованный полностью. И я хочу отметить, что у нас сегодня работает целая команда. И вот благодаря этой команде мы достигаем результатов довольно высоких. И, конечно, люди сегодня это все. И для того, чтобы научить детей, действительно научить детей и пустить их в жизнь, дать им путевку в жизнь, необходимо очень много вложить в этих детей. И я хочу вот сказать о том, что для того, чтобы действительно сегодня тебя дети понимали, чтобы они шли за тобой, необходимо, конечно, жить с этими детьми. Жить 24 часа в сутки. Вы знаете, мне, наверное, повезло, потому что у меня работают только хорошие люди. Задача руководителя как раз-то объединить усилия всех этих людей, найти в них лучшее качество. И благодаря этому можно горы сворачивать. Плюс, когда коллектив становится неким маленьким домом, некой общиной, тогда работать двойне приятно, потому что тот же учащийся приходит к нам, он сразу сталкивается с тем, что мамы рядом нет, папы рядом нет, и многое приходится делать самому. Он начинает здесь убирать, проживая в общежитии, готовить себе, несмотря на то, что предоставляется трехразовое питание. Он работает на полях для того, чтобы тот урожай, который мы выращиваем, удешевил его питание. Он ремонтирует свой автомобиль, трактор. И вот через труд, наверное, через коллективную работу он меняется в лучшую сторону. А плюсы у нас 15 на сегодняшний день кружков и секций по интересам действуют, где ребята могут себя проявить со всех сторон. И порой бывает, ну, вы знаете, кто приходит в ПТУ. Тот, кто, может быть, не совсем был замечен, я подчеркиваю, он не худший. Его просто не заметили, не разглядели. А здесь мы ему предоставляем возможность. Он впервые, может быть, выходит на сцену, он впервые участвует в конкурсе. И ребята достигают больших высот, вплоть до того, что, я уже не говорю по выпуску, становятся, конечно, по прошествии времени руководителем высокого ранга. Но здесь они тоже способны удивить и себя, удивить нас, удивить своих родителей и удивить учителей тех школ, с которых они пришли. Найти себе занятие действительно может каждый проявить себя, будь то увлечение мотоциклами или же техническое творчество. Идет вот такой процесс постоянной перемены труда, где требуется, чтобы рабочий постоянно, то есть как бы не только имел высокие технические и профессиональные навыки, но также и мог творчески подходить к выполнению своих обязанностей. То есть мы пытаемся в процессе обучения связать теорию с практикой, что подтверждается многочисленными победами на различных конкурсах, каких-то проектах областного, республиканского значения. Расскажите из достижений, что значимого есть? Ну вот есть у нас уже две победы, то есть это на областном этапе конкурса «Техноинтеллект», который проходил в Жодино. Мы заняли первое место, то есть вот с нашей разработкой, то есть это экспресс-замена масла, экспонат назывался «Приводном». И в дальнейшем, то есть с этим экспонатом мы уже на республиканском этапе, то есть который проходил на базе Белорусского национально-технического университета, заняли третье место, то есть получили диплом третьей степени. Ну, мы надеемся, то есть не будем останавливаться на достигнутом, будем идти только вперед. Идти только вперед этому есть у кого поучиться. Владимира Владимировича в лицее называют не иначе, как «человеком-легендой». Отличник профтехобразования БССР и СССР, обладатель нагрудного знака за развитие системы профтехобразования, медали за трудовые заслуги. В августе отметит свой трудовой юбилей. 45 лет в профессии. За это время им изобретено немало. Только в этом кабинете почти два десятка его разработок. Экспонаты действующие созданы, чтобы облегчить труд пчеловодов. Процесс изготовления пчеловодных рамок заключается в состоянии следующего. Это изготовление верхнего бруска, боковых. В этих боковых брусках, планках, вернее, надо просверлить четыре отверстия. Они должны быть на одной линии, соответствующим расстоянием. Это тоже требует много внимания. Сделали станок электрический, который за дно движения сразу же делает четыре отверстия на нужных расстояниях. То есть это все сами изобретали с помощью ребят, да? Да, да, с учащимися. Я хотел бы отметить, что все идеи это мои, но работаем мы коллективно. Большую помощь мне оказывают мастера производственного обучения. А вот эти ваши изобретения, они где-то уже на практике применяются? То есть вы сами, может быть, опробовали? Многие конкретно и знакомые в садоводе берут. А вот все эти ваши разработки патентовать вы не пробовали? Пробовали. А вот какие-нибудь идеи ваши? Пробовали. Это уже меня неоднократно задают вопросы. Попытались мы. Много документов. Дорого. Дорого. Спрашивается, зачем это? Вот все люди, которые... Тащат вашу идею и выдаст за свою. Это же обидно будет. Ради бога. Я рад, что у нас пчеловодство будет развиваться. Потому что у нас оно в таком загоне пчеловодство, а так... Очень довольны. И сейчас были на прошлой неделе, в субботу молодежно, представляли нашему министру. Он тоже интересовался этими моментами всеми. И там много людей подходило, спрашивали разрешения фотографировать. И просто как фотографии даже с камерами, тускай. Я рад этому, что мой труд находят потребители. Сохранять традиции, шагать в ногу со временем, ставить цели на перспективу и получать результат каждый день. Помогать делать первые шаги в самостоятельную жизнь и знать, что все это не напрасно. Чуть не ежедневно встречаешь наших выпускников. Очень приятно, когда они хотят с тобой пообщаться, хотят поделиться своими достижениями в жизни, хотят тебе многое-многое рассказать. Это, конечно, очень радует. Потому что, как говорится, не зря ты вложил, и не зря сегодня работаешь здесь, в этой системе профессионально-технического образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова